Сегодня, дорогие друзья, мне хочется с вами побеседовать о благодарности к тем, кто в свое время вложил в нас частицу своей души, кому мы обязаны в детские годы, может быть, самыми прекрасными минутами, часами нашей жизни, о ком поэт размышляет, воспоминает, не говори, что их нет, но с благодарностью были. И если быстро выросшее дитя, этакой Митрофанушка Манкурт, Иван, не помнящий родства, скудеет признательностью к маме, к бабушке, к тем взрослым, кому дано было согреть, просветить, умягчить его детскую, совсем еще неискушенную, неопытную душу, если он поворачивается спиной к тем, кто так нуждается с ним в общении, кто всегда ждет его и бескорыстно радуется ему, такой человек может быть и не достоин самого имени человека, потому что неблагодарность может быть только черной. Александр Сергеевич Пушкин, наш бессменный собеседник, в 1826 году посвятил няне Арине Родионовне, эти всем знакомые, немного печальные, но пронизанные удивительным сердечным теплом строки. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня, ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках, глядишь в забытые вороты на черный отдаленный путь, тоска, предчувствие, заботы теснят твою сейчас на грудь, то чудится тебе. И в этих строках, дорогие друзья, для нас сокрыто, поверьте, очень и очень многое. Я вот вспоминаю свою собственную бабушку, имя которой было в соответствии с ее жизнью – любовь. Она, как и Арина Родионовна, души не чаяла в своих трех внуках. У ней всегда доставало на нас время. Не помню, чтобы бабуля, или как мы ласково ее звали, Буля, когда-нибудь бросила нам раздраженно, отрывист, как это наблюдается иногда у современных мам. Мне некогда, потом отстань. Но любой наш самый пустяшный вопрос всегда встречал ее заинтересованный взор, отвечая нам, внукам, один из которых стал музыкантом, второй – литератором, потом священником, третий – физиком, а потом монахом. Она всегда, отвечая на детские недоумения, раскрывала перед нами мир в его благообразии и таинственности. Так вот и Александр Сергеевич Пушкин. От кого вы думаете? Он вобрал в свое сердце и былины, и сказы, и песни, и пресловия. Запечатленные в его знаменитых сказках о царе Салтане, о золотой рыбке. Никогда он не слышал от Арины Родионовны, простой крепостной крестьянке, слово «осуждение». Она просто молчала, если была недовольна поведением Борчука, и всегда молилась. И сердцу ее должно быть была свойственна та особенная теплота, сердоболие, сочувствие, жалость, как говорили в старину, которые вспоминал Александр Сергеевич Пушкин, как казанская сирота, много лет спустя ее, Арина Родионовна, кончины. Думается, что в благоговейном отношении к нашим старичкам и содержится исполнение заповедей, чти отца твоего и матери твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле. Мне припоминаются в связи с нашим разговором и старые, как мир, вещи и строки из ветхозаветного мудреца Иисуса, сына Сирахова. В его книге, именуемой «Премудрость», мы находим такие слова. «Если отец твой оскудел в разуме, не оставляй его и проявляй попечение о матери в ее преклонных летах. И коль скоро ты словом и делом будешь являть почтительность к родителям, то грехи твои растают, как лед. И в день, когда ты встанешь на молитву, Бог услышит тебя». Вот почему, с моей точки зрения, знак духовной зрелости, нравственной развитости человека заключается в этом сокровенном, теплом, милостивом, благодарном расположении к пожилым людям, которые в свое время, когда мы были маленькими, не жалели для нас ни времени, ни усилий, ни любви. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok